МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Александр Киселёв – один из лучших мастеров традиционного УШУ в Воронежской области. Под руководством Юрия Белова, бессменного наставника школы «Парящий орёл», Александр стал триумфатором всех самых престижных турниров планеты. Завоевал не одну золотую медаль чемпионатов России, Европы и мира. Продолжает пополнять свою коллекцию наград Киселёв. И сегодня, хотя он уже вовсю тренирует и готовит к покорению главных спортивных пьедесталов юных воронежцев. Саш, я всегда начинаю беседу со спортсменом с его юных лет. Мне всегда интересно, как человек заряжается энергетикой своего вида спорта. Вот можешь вспомнить, когда ты загорелся желанием действительно заниматься серьёзно УШУ и добиваться в этом виде спорта высоких результатов? Так, ну надо сказать, что УШУ скорее по случайности было выбрано, потому что хотелось заниматься какими-то единоборствами. То есть, если честно, был приоритет – это кикбоксинг, это может быть Тэквондо, это фильмы с Ван Дамом, Чаком Норрисом. И только в последнюю, наверное, очередь – это китайские мастера, Джеки Чан. Но так как бы сложилось, и территориально походили по школам, поискали единоборства, не брали там бокс. Маленький кикбоксинг ещё совсем маленький. Это тебе сколько лет тогда было? Это мне было 7, ну почти 8 лет. Почти 8 лет, и как-то оказалось так, что на свободе 55, такой, при Центре развития творчества, есть клуб УШУ. Дедушка меня туда привёл на первую тренировку. Я потренировался и понял, что, в общем-то, я хочу здесь остаться. Хотя ничего как бы про вид спорта, как таковой, я не знал. Ну, УШУ китайская, какой-то там кунг-фу древний. И постепенно как-то так сложилось, что буквально 2-3 месяца в группе, ну скажем, начальной подготовки, и ко мне Юрий Владимирович это был, я его даже не знал, и пришёл какой-то дядя, как оказалось, самое главное, и он мне сказал о том, что, знаешь, вот ты нам нравишься, давай-ка ты будешь ходить в другую группу. И там уже ты будешь, может быть, пробовать готовиться и выступать к соревнованиям. Ну, можно. И попал в группу с ребятами, которые, ну, 14 лет, 15 лет, и которые уже пару-тройку лет здесь занимались, которые выступали на соревнованиях, ну, по крайней мере, областного масштаба. И как бы начал тянуться, хотя было страшно, очень некомфортно, потому что... А в чём это заключалось? Ну, в том, что, опять же, они меня обгоняют, уже что-то знают, умеют, и меня вроде как поместили в эту группу, и почётно, да, и ты не хочешь отставать, а физически не можешь пока их догнать. Они действительно больше сильнее... А шаг назад и вернуться в ту группу обратно к ровесникам уже не мог? Нет, 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 не мог. Это, на самом деле, была очень большая привилегия, и я думаю, что это такой, ну, как бы, интересный, правильный педагогический ход от Юрия Владимировича, потому что, на мой взгляд, получается, он сработал. То есть это была редкость, был ещё буквально один мальчишка, который вместе со мной такого же возраста был, он там тоже на годик постарше был, но поместить человека, который, возможно, подаёт какие-то надежды, сразу в сильную группу, и как бы дать ему возможность там пропитаться вот этой энергетикой, попробовать тянуться за лучшими, за лидерами, ну, как-то вот, видимо, склад характера такой, что не дал себе скатиться, и постепенно, быстро-быстро нагнал, и, в общем-то, буквально это в 98-м году посчастливилось, меня взяли в Сочи на Кубок России. Вот. Там, надо сказать, выступил припечальнейшим образом, буквально занял там последний предпочтение. Перенервничал или просто уровня не хватило? Абсолютно точно. Нет, нет, перенервничал, потому что уровень подготовки, ну, в целом, вот сейчас даже пересматриваешь эти старые записи с видеокассет, в целом можно было, ну, как бы за серединку бороться. А там очень-очень перенервничал, большой зал был, большой ковер, первый раз соревнований даже, как бы, и буквально выступление, регламентированный комплекс, он длится, там, не знаю, минуту. Ну, а на нервах начал комплекс, и практически тут же его закончил. Сделал начало, сделал окончание, и все, и бодрый, довольный ушел, и сам даже не понял, что не сделал, собственно, свое выступление. Вот, поэтому первые соревнования, вот, как бы, были такие. Ну, а вот дальше, самый ближайший, это был 2001 год, это был первый чемпионат и первенство России по традиционному, как раз, ушу, который проходил в Санкт-Петербурге, и, ну, снова, как бы, мне посчастливилось уже, что меня туда подготовили и командировали. Вот, этот чемпионат был примечателен тем, что судьями на нем выступали мастера из Китая, мастера традиционного ушу из Китая. Это было очень почетно, в общем-то, участвовать на этом чемпионате. Больше таких чемпионатов в России не проводилось. Вот, и, как бы, после удачных выступлений на этих соревнованиях, ну, я, как бы, подумал, ну, почему бы это не мое. Ну, и дальше уже. А вот тогда в Воронеже ушу насколько было популярно, о нем в городе знали? Ну, насколько мне известно, ну, знали, слышали, что есть школа ушу, кунг-фу, школа Белова, да, вот школа Парящий Орел, но она скорее позиционировалась как кружок, ну, такая секция дополнительного развлекательного вида, то есть это никак не ассоциировалось именно с профессиональным спортом вообще. Надо сказать, собственно говоря, так оно и было, и по сей день, в общем-то, в основном есть, потому что это, ну, как бы, правильное название, это школа комплексного психофизического развития. И, насколько я мог в этом уже убедиться, это комплексное развитие, оно работает. И оно может воспитать как чемпионов в сфере спорта, так и, как говорится, чемпионов в сфере жизни. То есть это могут выходить успешные люди, это люди, которым вот это развитие дает очень такой серьезный толчок в жизни дальше. Вот. Поэтому, на самом деле, в то время, ну, слышали, да, выступали на показательных выступлениях, как и другие коллективы, но абсолютно наравне с вот от Центра Творчества танцевальный коллектив здесь выступает на сцене, и вот ушуисты тоже тут поразмахивали своими железками. Ну, в общем-то, только на таком уровне. Просто я к чему? Там, те ребята, одноклассники, которые занимались футболом, волейболом, легкой атлетикой, на равных тебя воспринимали? Или все-таки нет? Вот мы спортсмены, а вот ты из кружка. Нет, из кружка. Да. Да. Как бы, тем более, что такие виды спорта, ну, собственно, как гимнастика, у меня было несколько одноклассников, футболисты были во дворе, хоккеисты, наверное, да, и борцы, вот. И они, конечно, ну, то есть залы для тренировки чуть другие, да, когда спрашивали, а где же ты тренируешься? Да, вот тут подвальчик такой, там, значит, а что у вас там покрытие, вы боретесь? Ну, да, пол у нас там, значит, они так. И, как бы, это говорило для них о несерьезности того, что, а, ну, понятно, ушу какой-то, а что это вообще такое, типа каратэ? Я говорю, ну, будем считать, что, как бы, да. Да. Поэтому, но постепенно, как бы, их мнение стало меняться, исключительно, ну, как бы, по тому, как меня отзывали с уроков, сборы какие-то, какие-то тренировки, опять же, показательное выступление, результат на соревнованиях, тогда, как бы, ребята, о, а где это, а где это, а можно записаться? И, как бы, таким образом, в общем-то, на самом деле, более половины, наверное, моего класса так или иначе туда сходили, попробовали, несколько лет потренировались, то есть некоторые остались даже, там, у нас некоторые тренируют, вот, но, ну, все постепенно так пошло. Тебя это как-то задевало или абсолютно было все равно? Было все равно, потому что там, именно в клубе, в школе, мне настолько нравилось, что, ну, постепенно я не, ну, я перестал, собственно, это и цель, как бы, нашей школы, научить человека тому, что он не может заниматься каким-то видом спорта отдельно, он, ну, опять же, чтобы достичь хороших результатов, он должен им жить. И в тот момент, когда, ну, на самом деле, может быть, лет в 12, когда действительно это стало для меня не, я вот занимаюсь, потому что это определение говорит о том, что я вот занимаюсь, могу бросить это занятие. А на тот момент я позиционировал это так, что, да, я так живу, как я могу бросить жить так, как мне нравится и как у меня получается, и как мне приятно и хорошо. Поэтому абсолютно меня это не задевало. Я потом начал гордиться, что у меня именно такая школа, что я там не только занимаюсь спортом, но и, например, стреляю из лука, а не в одном виде спорта, кроме, собственно, стрельбы из лука, этим больше не занимаюсь. И поэтому ребята постепенно, они начали мне завидовать. Ну, для этого пришлось пройти какому-то количеству времени. Я думаю, в жизни большинства спортсменов наступали периоды, когда хотелось все бросить, какая-то апатия. Тебя послушать у тебя таких периодов не было. Или все-таки тоже были, тоже были такие критические моменты, которые могли переломить карьеру, жизнь? Ну, я бы сказал, нет. Я бы сказал, таких периодов не было. Были, может быть, периоды какие-то студенческие, подростковые, в которых проявлялась как-то очень моя характерность. Но это не касалось тренировок. Это могло касаться чего угодно, кроме отношений с моими товарищами по тренировкам, с моими друзьями. И надо сказать, что большинство моих друзей, и, собственно, это все-таки друзья по занятиям, по тренировкам, во дворе практически не проводил время. И благодаря, опять же, тому, что даже по воскресеньям я проводил время на ушу, я проводил время, общаясь со своими тренерами, причем в неформальной обстановке, у меня этот момент как-то очень гладко прошел. И это как бы отмечается у многих ребят, которые нас занимают, что именно вот момент, когда все, надо там что-то переключиться, хотя сейчас это стало тяжелее с этим, репетиторы и все остальное, они, конечно, вырывают ребят из вот этой вот интересной нашей жизни. Но в целом, нет, как-то не было такого момента, что прям вот думалось, нет, все, там, может быть, уже хватит, или это там не мое как-то. Тренировался, 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 просто, ну, люблю это все дело, и поэтому нет необходимости. Даже не думал, даже мысли, правда, честно говоря, такое не допускал, что могу бросить. Самая яркая, значимая победа для тебя в твоей карьере? Так, ну... Задумался, потому что их много было, наверное. Не могу выделить, что это все дело. Но, наверное, это был чемпионат Европы в городе Бухарест в 2013 году, вот, и в нашем, как бы, фирменном стиле Шаолин Цюань, вот, за который, как бы, спасибо огромное Юрию Владимировичу, и, как бы, вся Европа нас знает именно, вот, нашу школу именно по этому стилю, и, собственно, меня в том числе. Вот, и на этих соревнованиях была очень такая серьезная конкуренция, вот, действительно собрались на тот момент лидирующие спортсмены из, по-моему, 14 стран, и, вот, все лидеры команд, каждый из своих сборных, обязательно выступали вот в этом виде, как бы, хоть там конкуренция была очень-очень серьезная, и ожидание, вот этот момент ожидания, момент радости итогового результата, вот, наверное, он самый запоминающийся, потому что выиграть в такой конкуренции было действительно очень почетно, и даже церемонию награждения потом, там, руководители Европейской Федерации лично поздравляли, лично награждали, вот, пожалуй, вот это вот. А чемпионат мира самый памятный? Наверное, первый, вот, первый, это, ну, можно, это было первенство мира в 2004 году, когда тебе только 15 лет, и команда, в которой, в составе которой ты поехал, состоит из тебя, твоей подруги и двух твоих тренеров, вот. Вот, это, конечно, очень-очень приятно, очень приятная поездка, путешествие, просто приятное впечатление осталось от всего, в том числе от соревнований, потому что первый раз на, ну, международной арене такой, в Китае ощутил поддержку людей, которые не всегда бок о бок с тобой проводят время, то есть твои друзья, а, как бы, товарищи по сборной команде страны. И когда ты выступаешь на ковре, тебя поддерживают, кричат, скандируют страну, и это действительно очень заряжает, это до мурашек прямо на ковре, прямо во время выступления, и вот по эмоциям это было самое-самое запоминающее, конечно, среди всех чемпионатов мира, их было, ну, шесть, вот, первый он был действительно, ну, как для, ну, как для спортсмена, вот, этот. Для любого представителя УШУ, мне кажется, посетить Китай, это мечта и цель. Опиши свои первые впечатления от Китая. Очень большой, территориально очень, ну, как мне казалось, да, на тот момент очень много людей, как бы это стоило отметить, потому что, по большому счету, первый раз за границей был именно в Китае, поэтому не с чем было еще сравнить, и в первые несколько дней было неловко. Но постепенно, вот, это какой-то момент акклиматизации прошел, и Китай, да, такая очень страна, в которой я почувствовал себя, ну, на самом деле, как дома. Хотя я очень люблю Россию, я, ну, как бы никогда не планировал, не думал, там, из нее уехать, но при этом постепенно, вот, за, там, неделю нашего пребывания я гулял, там, по улицам Пекина, как будто у себя дома. И, на мой взгляд, это, как бы, ну, такая гостеприимная страна, они готовы всех принимать, обстановка вокруг очень дружелюбная, все люди, хотя ты их не понимаешь, и они тебя не понимают, готовы как-то помочь, поддержать, никто мимо друг друга не проходит. И, ну, благодаря вот такой атмосфере создаются ощущения дома. Плюс, конечно, путешествие – это необычайная природа. То есть до, вот, ну, до 15 лет такого, собственно, и после 15 лет, такой природы, как в Китае, такая природа, как непосредственно Шаолинь и его окрестности, никогда не видел. Очень красиво. Горы, деревья, реки – все настолько гармонично, что, ну, неудивительно, что, в общем-то, в Китае и Индии зародились вот единоборства, как бы, которые принято восточными называть, в которых заложена вот эта философия. Потому что все, что вокруг тебя, вся природа, деревья, все животные и люди вокруг, они тебя располагают к тому, чтобы ты был спокойный, умиротворенный. Но, правда, это не значит, что ты не должен быть внутри, там, готов защищать себя, кого-то, своих близких, не знаю, свое имущество. То есть, очень приятная, да, ну, для медитации, наверное, самая такая лучшая страна, наверное, Япония, хочу съездить, но пока как-то не удавалось. Для представителя УШУ важно именно побывать там в Шаолине, то есть это как этап становления спортсмена важный? Я считаю, да. Я считаю, что непосредственно монастырь Шаолинь легендарное место, которое в детстве, когда я о нем слышал, я на самом деле думал, что это какое-то место, которое давно разрушено, от него ничего уже не осталось. И, в общем-то, туда приехать, на руинах постоять, тоже здорово, но... А когда оказалось, что, в общем-то, вот оно работает, все действует, те же там стеллы, статуи, которым много-много тысяч лет, как и твоему виду боевых искусств, которым ты занимаешься, ну, ты... От этого я вдохновлялся. То есть я понимаю, что вот это тысячелетняя история, которой я могу гордиться, я могу продолжать ей гордиться, не просто рассказывать о ней в прошедшем времени, ну, там, будущим поколениям, да, а говорить, что вот, посмотрите, вот именно здесь монахи, например, да, тренировали УШУ. В Шаолине есть зал, в котором сохранились туда, ну, пускают очень-очень редко, там, при определенных каких-то обстоятельствах. Ну, нас пустили один, правда, раз, то есть мы были в Шаолине больше, ну, я больше пяти раз, но один только раз нас как-то запустили. Там был такой зал, в котором в полу, а пол каменный, там есть небольшие вмятины. Ну, говорят, что это вмятины от того, как тренировались монахи, что они сотнями лет топали, выбивали оттуда потихонечку песочек, и вот эти вмятины остались. Ну, плюс там стена-фрески, которым тоже несколько, ну, пара тысяч лет так точно есть. Последний раз ты когда был в Шаолине? Последний раз это был 2014 год. Вот, в 2014 году удалось там пройти даже стажировку под руководством нашего, ну, как бы, учителя. Это мастер Шида Ян, у него еще в 2000, ну, в конце 90-х, в начале 2000-х Юрий Владимирович, собственно, с некоторыми тренерами ездил. Они там учились непосредственно у него, искусству шаолинского кулака. Да, и вот, как бы, мы с ним виделись, мы с ним фотографировались в предыдущие поездки. Но вот в 2014 году удалось, как бы, даже под его руководством потренироваться. И тоже, ну, как оказалось, никаких сверхъестественных там методов, способов не существует. Это как в мультфильме «Кунг-фу панда», никакого секретного ингредиента нет. Но этот секретный ингредиент – это вот эта определенная легендарность, таинственность, что перед тобой мастер Шида Ян. И ты действительно по-другому начинаешь думать, мыслить. И от этого твои движения, твои, собственно, обычные упражнения, которые ты делаешь и в Воронеже в родном, они, как бы, наполняются другим немножко смыслом. И самое интересное, этот вот мастер, он это видел. То есть, ну, с нами, как бы, было еще несколько ребят-подростков. И, ну, как бы, вот он отмечал, что не у всех вот этот вот настрой, он по подходе для занятий, как бы, настоящему, древнему, китайскому ушу, что вот он, ну, просто гимнастику делает, а вот он, вот он понимает, что за движение он делает, он понимает, как, как, что такое ушу. Он ближе к этому пониманию. Поэтому 14-й год, вот, очень хорошая была поездка, очень. И тренировка в шалене, которая, ну, надо сказать, физически достаточно тяжелая. То есть, опять же, когда в детстве слушаешь легенды про то, как монахи бегают там в гору с ведрами полными воды, которые нельзя поставить, которые такие конусы, как... Вот, и думаешь, да ладно, ну, это сказки, ну, да, чтобы интересно было деткам-то и так далее. И когда ты туда попадаешь, и тебе на тренировке дают все то же самое, и ты начинаешь с этим работать, и ты понимаешь, что, да, это все не сказки. И, ну, для моей, как бы, тренерской работы это тоже очень важный момент, когда я могу теперь детям это передать не как сказку, а как опыт, как фотография, как видео. Посмотрите, вот ваш тренер, вот он тут бежит, вот он здесь ползет. И ребята сразу верят, и они включаются, потому что они, к сожалению, наверное, сейчас такой мир, что деткам вот сказочки такие про ушу уже чуть меньше заходят. Им как бы, ну, не запостил не был, так и вот показал фотографии, они такие, о, да ладно. И тогда можно уже дальше легенды, и тогда это работает на них, тогда это мотивирует, тогда они начинают работать как надо. Атмосфера внутри школы «Парящий орел», она похожа на ту атмосферу, которая есть в Шаолине? Как оказалось, она похожа. Именно по отношению непосредственно к ушу, как к боевому искусству. Это все благодаря Юрию Владимировичу? Однозначно. Как бы, ну, наша школа, если быть точным, это авторская методика, это компиляция знаний каратэ, которыми он занимался, ну, как бы в советское время, плюс, там, какая техника бокса, и сверху это все прикрыто вот такой огромным пластом китайского ушу. Ушу, как бы, опять же, в 2000-е годы он учился у большого количества мастеров китайских, вот. И он смог вот эту энергетику, которую, потому что китайцы и вообще ушу очень, ну, как бы завязаны на энергетику, и мастера, такие истинного ушу, они пытаются эту энергетику передать своему ученику. И дальше так, если ученик, как бы, хочет это действительно изучить, принять в себя, он это принимает. И когда он это принимает, тогда он уже может это передать дальше. И вот, на мой взгляд, Юрию Владимировичу это удалось. И надо сказать, что сейчас Шиолинский монастырь уже становится не, ну, меккой ушу, как боевого искусства, а меккой буддизма. Новый настоятель, ну, уже он несколько лет, наверное, 10, он, как бы, именно часть ушу-иску немножко задвигает в сторону и на первый план выводит буддизм и все, что связано с этой религией. Вот. И при этом получается, что, как бы, в сравнении в нашей школе отношение к ушу, к традициям боевых искусств китайских осталось такое, как было раньше в Шиолине при, вот, мастере Шида Яне. И это очень приятно. И приятно, что, как бы, собственно, поэтому мы школа традиционного ушу. Поэтому мы, ну, как бы, не поддаемся таким вот тенденциям такого полного оспортивливания. Потому что, потому что спорт, ну, для многих он становится, как бы, жизнью. Но вот путь, скажем так, боевых искусств, из которого может получиться и спортсмен, и боец, ну, на мой взгляд, он более верный, он более правильный. И все-таки медали для вас – это насколько важный показатель, ну, в общем-то, успешности школы? Ну, скажем так, это наглядный показатель. То есть существует же достаточное количество людей, которые могут много рассказывать о том, какие мы классные, какие у нас ученики, как мы все умеем здорово и интересно делать, какие мы бойцы, какие мы, там, мастера, практикуем, там, йогу, цигун и все-все-все. Но это действительно ничем не подтверждено. И, ну, поскольку мы живем в современном мире, и действительно людям, мы говорили про детей, не только детям, но и взрослым, им нужны какие-то, ну, грубо говоря, вещественные доказательства того, что да, вот они, да, вот это действительно ушу. Ну, раз им китайцы в Китае-то оценки какие ставят, вон с медалями приехали. Поэтому медали, конечно, они, ну, они нужны. И я бы сказал, что в первую очередь они нужны подрастающему поколению. То есть, как бы объяснять деткам про все высокие материи и вообще для чего ты, что ты занимаешься ушу, чтобы там у тебя жизнь хорошо сложилась, чтобы ты там был молодцом, чтобы ты мог там за себя постоять. На мой взгляд, ребенок, он еще этого не воспринимает. Его, как бы, детские задачи, проблемы, ему там за себя постоять особо и не надо. А вот ему сказать, послушай, а вот чемпионом хочешь быть, как вот этот вот там дядя? Скажи, да, конечно, глянь, сколько у него медалей, медали я хочу. И это большой стимул для детей. Поэтому я считаю, без медалей вообще никуда. Вот именно без спортивных результатов. Ну, как тебе кажется, олимпийским видом вы станете когда-нибудь? Да. Да, мне кажется, что сейчас ушу выходит на тот уровень, на тот, во-первых, масштаб охвата занимающихся по всему миру, плюс на тот уровень зрелищности. Потому что, если быть честным, то традиционное ушу, которое позиционируется именно как боевое искусство, оно не должно быть зрелищным, оно должно быть эффективным. И соревнования проводить по эффективным приемам самообороны, ну, наверное, неправильно. Потому что они должны быть травматичны, они должны быстро выводить соперника из строя. А демонстрация умения владения телом, искусство вот этого владения телом и работы с различными видами оружия, сейчас это вышло на уровень, ну, на мой взгляд, по зрелищности. Я думаю, что наши соревнования не будут уже уступать спортивной гимнастике, художественной гимнастике, фигурному катанию. Сложно-координационный вид спорта, много сложных элементов, прыжков, сложных необычных приземлений в шпагат после большого количества вращений. Да, конечно, до фигурного катания с четверными, там, полупами и акселями далеко, но три оборота с приземлением в шпагат и ударом ногой в воздухе до этого, в общем-то, уже делают спортсмены. Поэтому я думаю, что вскоре зрителям будет интересно смотреть на соревнования по ушу, включен в Олимпийские игры. Тебе, как сейчас, живется в роли тренера или все-таки ты еще роль спортсмена не хочешь откладывать в сторону? Не хотелось бы откладывать ее в сторону и... Но подожди, медали тебе сейчас уже не нужны, я правильно понимаю? Или нужны? Мне, как мне, наверное, уже нет. Но мне, как человеку, который воспитывает собственных детей, который воспитывает детей, которые хотят заниматься ушу, конечно, нужны. Потому что, когда ребенок, какой бы он ни был, там, уже взрослый, там, подросток 15-летний, да, видят, что их тренер не когда-то, опять же, в прошлом он титулованный спортсмен, вот, а прямо сейчас. То есть вот тренер... А почему у нас сегодня нету тренера? А он на соревнованиях. Ух ты, а он тоже выступает за... То есть мы с ним... Да мы такие же, как и он, здорово! И тогда, опять же, ребенку можно сказать о том, что я тоже, как ты, тренируюсь. Я тоже, там, растягиваюсь, я тоже отжимаюсь, я отрабатываю свое выступление. И, опять же, ребенок занимается лучше. Ну, плюс свои дети, которым тоже это интересно. Когда, а где папа? А папа вот. Там, а где я фотографирую? А вот, о, здорово, классно, медаль, позвенеть и так далее. Вот. Поэтому сейчас только для этого, я считаю, медали. Вот. А по поводу тренерской деятельности, мне нравится тренировать. Мне нравится... Я действительно наслаждаюсь тем, когда у ребенка начинает получаться. И, ну, скажем так, получится у ребенка рано или поздно. Вот. Но вот этот момент прорыва, вот этот момент такого озарения, он и для тренера, и для ребенка очень-очень важен. И я лично сильно-сильно заряжаюсь энергией, когда у ребенка это получается. И вот это счастливое лицо, когда я понял, что от меня тренер хотел, я понял, как вот это сделать, сделать. И, ну, вот лично для меня, у меня наступает такое чувство удовлетворения. Я радуюсь. И это может вот это одно такое озарение в тренировке у одного ребенка. Оно может скрасить, ну, все, что могло происходить на тренировке. Там кто-то там баловался, кто-то еще что-то сделал, кто-то там ленился. Но вот одна вот такая детская, восторженная улыбка, что я понял, наконец, такой Ньютон Эврика, да. Вот. Вот у него... Это здорово. Но по поводу продолжения как бы спортивной карьеры у нас такой вид спорта, что им возможно заниматься вот с восьми лет и до... Восьмидесяти. Ну, до восьмидесяти. По поводу выступления на соревнованиях уже чуть сложнее, но... Тяжелопедически. Скорее, нету времени на подготовку, потому что, ну, социальные компетенции твои расширяются, меняются, виды изменяются. Вот. Но... Собственный характер соревнований уже другой. То есть, ушел, поскольку оно... Это многообразный вид, там существуют дисциплины, которые подходят людям более пожилого возраста, просто старшего возраста. Это так называемый внутренний стиль Леушу, в которых именно демонстрация, вот, зрелищность, физическая активность, такое телосложение атлетическое, оно не играет роли, оно не влияет на, как бы, мнение судей, а это как раз то, что уже не очень эффектно, но зато специалисты-судьи разбираются, что, а вот этот вот, ну, с позволения сказать, спортсмен в восемьдесят лет, вот он соображает в том, что он делает, а вот этот, ну, чуть-чуть поменьше. И поэтому получается, что, ну, тот же вот Юрий Владимирович в 2004 году и в последующие годы, ну, собственно, каждые два года на чемпионате мира, он обязательно выступал на соревнованиях, а уже, ну, пятьдесят, уже было. И он ничем не уступал, ну, как бы, на своем уровне, ничем не уступал спортсменам, которые в его же категории, но помоложе. И он, собственно, продолжает. Вот он в данном случае для меня пример того, что просто есть другой вид, который, да, ты делал активный, мощный шиолинский кулак, а теперь у тебя есть другой вид программы. Осваивай. Кроме того, это, собственно, интересно, потому что это, ну, продолжение приобретения опыта, который ты, опять же, потом можешь передать ребятам, потому что попадаются детки, ну, разного телосложения, разного темперамента, и им надо подобрать вид. А ты можешь с этим видом быть незнаком, а он бы сейчас бы так пригодился. Поэтому, как бы, личная спортивная карьера это огромная помощь тренерской деятельности. А кто тренирует тебя сейчас, вот если можно так сказать? Юрий Владимирович. Юрий Владимирович. У вас есть какая-то графика или тренировки по остаточному принципу, так скажем? Есть время, давай потренируемся. Ну, скорее так. Да, скорее так. Мы готовимся, ну, скажем так, вводная тренировка, я получаю задание и работаю над ним. После этого мы находим возможность, и я его прошу посмотреть, подкорректировать, оценить. Вот как бы, ну, скажем так, черновая работа вся проводится мной самостоятельно, а работа как специалиста, как вот такого скульптора, который дотачивает вот свою скульптуру, это, конечно, он, и, ну, лучше него в нашей школе, конечно, это никто не делает. То есть он может просто на любого ребенка посмотреть и сказать, так, вот чуть-чуть вот сейчас поправим, и можно показывать, можно на выставку. Вот, и, ну, поэтому только самостоятельные тренировки плюс такие консультации у мастера. Ты когда-нибудь задумывался, какой была бы твоя жизнь, если бы ты занялся не ушу, ну, например, кикбоксингом? Нет, не задумывался. Ну, как бы посещали просто такие мысли, но они не получали развития даже вот в моей голове, потому что не хотелось этого, об этом думать. Есть интересная восточная, наверное, поговорка, говорят, ее приписывают Брюсули, что у кого есть выбор, тот как бы не свободен. И как раз я считаю, что для меня это тот случай, когда у меня и нет выбора, меня вот этот выбор настолько устраивает, что я даже, мне неинтересно думать о том, что я вот что-то еще здесь. Хотя, как бы, куда-то расширяться, скажем так, свое сознание, свои умения, какие-то дополнительные компетенции, ну, просто которые отвечают, там, не знаю, веянием времени, не знаю, там, блогерство, фотосъемка и так далее. Это тоже интересно, но это не мешает основному, как бы вот этому основной деятельности. Ну, знаешь, как принято говорить, там, из-за спорта у ребенка детства не было, там, студенчества не было, молодости не было. Вот у тебя таких мыслей нет, что, эх, вот если бы не было ушу, я бы хоть нагулялся, наигрался бы с парнями во дворе в футбол. В футбол наигрался. Я, ну, в детстве немножко я тоже занимался футболом, там, бальными танцами, поэтому этот момент был. Но если, ну, как бы просто вернуться, опять же, к школе, там было всего достаточно. Я, мне, у меня не было необходимости потренироваться, а потом пойти куда-то еще погулять. И даже в студенческие годы, ну, студенческие годы уже, как бы, привлекали к тренерской работе, поэтому, и это было интересно, приятно, это было тоже почетно, что, ого, меня позвали вот тут с ребятами поработать, здорово, вот. Поэтому такого не было, потому что там хватало всего. Там можно было прийти на новогодний бал и потанцевать с девчонками. Можно было прийти на рыцарский турнир и, там, порубиться на палках. Можно было пострелять из лука, можно было летом съездить в лагерь, который вот там делали, и поэтому в другой, как бы, жизни. Мне задавали такой вопрос, что, а вот, ты же не бойся, ни на год там в студенчестве, а как же там, а там тусовки, а так далее. Я говорю, да, знаете, у меня такие были тусовки, что вам и не снилось. Вот в нашем окружении все было настолько хорошо, и если, как бы, вот детям об этом сказать, что вот такое, такая молодость, такое детство и такие студенческие, как бы, годы, я бы всем пожелал. За что бы ты, ушу, оборачиваясь назад, сейчас сказал в первую очередь спасибо? Наверное, за умение добиваться целей. Потому что вообще путь, как бы, боевых искусств – это путь умения работать над собой, вот, а работать над собой, как бы, не ставя себе каких-то планок, не видя эталон, на который хочется и нужно быть похожим, ну, невозможно себя развивать и как-то прокачивать. Вот, поэтому я думаю, что благодаря занятиям, благодаря тренировкам я научился добиваться целей, потому что ну, это наблюдение окружающих некоторых меня людей, близкого круга, там, друзей, семьи, что как-то так складывается, что большинство дел, большинство ситуаций, которые я действительно захочу, да, вот, я вот, захотел, там, принял решение, сейчас я вот это сделаю. И оно делается. Вот. Я, как бы, себе в этом отчет не отдаю, ну, вот, такой анализ, взгляд со стороны, и это приятно осознавать. Как бы, для тебя это уже естественно, но люди видят, что ты действительно ставишь цель, их спокойненько добиваешься, причем без лишнего напряга, без каких-то лишних чрезмерных усилий. Все происходит спокойно, плавно. Последний вопрос в нашей программе всегда стандартный. Вот давай представим, что я юный пацаненок, там, пяти-семи лет, который тоже хочет заниматься ушу, и не просто заниматься, а съездить в Китай, в Шаолинь, стать чемпионом мира, дождаться, когда ушу станет олимпийским видом, стать олимпийским чемпионом. И вот я спрашиваю у тебя, как человека, который уже очень многого добился, вот, Саш, что мне нужно делать, чтобы тоже покорить все пьедесталы всех крупнейших турниров? Что ты мне ответишь? Я отвечу, что надо любить ушу, надо любить то, чем ты занимаешься. Если ты действительно это полюбил, то для тебя уже покорение новых вершин, оно становится ближе, оно становится твоим. Ты начинаешь больше верить в себя, и ты понимаешь, что, ну, поскольку это мое любимое, конечно, я этого добьюсь. Ну, просто время какое-то должно пройти. Я считаю, что это прям первый мой совет, что и детки, когда мы с ними занимаемся, мы с ними тренируемся, мы пытаемся, собственно, как и любой вид спорта, на первых этапах все пытаются привить любовь к виду спорта. Потому что если человек, если этот ребенок маленький, 5-6-летний, он любит то, чем он занимается, то дальше его можно убедить в том, что ему нужна растяжка, его можно убедить в том, что ему надо много бегать, его можно убедить в том, что он должен терпеть, что он должен ставить цели добиваться, стискивать зубы. И тогда, мне кажется, все у него сразу получится. Ну, постепенно получится. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова